Трудные места с библейским порталом Акзегет. И сейчас послание к римлянам, 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умрешь, если эти дела плоские, то живы будете. Синодальный перевод. Вроде бы все понятно, да? То есть можно жить по плоти, это что-то такое греховное. И тогда тебя ждет смерть. Но надо полагать, что смерть в вечности. Можно жить духом. А как? Разве не бывает так, что духовная жизнь, она тоже полна всяких? Ну, назовем это искушениями, хотя можно и какое-то более тяжелое слово подобрать. То есть, что ни есть, ни пить, ни одеваться, там, как Иоанн Креститель, в какую-то дерегу замотаться, да, и ходить так. И заниматься исключительно духовной жизнью, вот это вот все. А если заниматься, скажем, семейной жизнью, если работать, если общаться с людьми, которые вокруг, это жизнь по плоти, наверное, тогда, да? То есть здесь предполагается крайняя аскеза? Не уверен. Или что? Ну, смотрите. Вот Павел здесь предупоставляет понятие плотью и духа. И то, и другое очень широкое понятие, его можно очень по-разному понимать. Но в контексте всего послания, которое говорит прежде всего о том, что человек получает спасение не в силу исполнения закона, а в силу того, что он верит в Христа и принимает его жертву как спасительную для себя. Вот в этом контексте, вероятно, слово плоть обозначает прежде всего какие-то материальные правила, ограничения, ценности. Ну, понятно, что можно их назвать и по-другому, но жить по плоти — это вот в контексте послания, да? Я не говорю, что всегда и везде так. Но в контексте послания это прежде всего, мне кажется, заботится о внешних формах своей жизни. Причем это может быть даже очень благочестивая какая-то духовно-религиозная форма заботы, когда вот крайне важно, что именно ты там ешь или как-то одеваешься или что еще. Ну вот мы прекрасно знаем, да, вот когда человек сталкивается с любой религией, организованной такой, институциональной религией, то первое, что его беспокоит, и первое, о чем начинают беспокоиться люди, принимающие в эту религию, как он внешне выглядит, как он одет, особенно если это девушка молодая, симпатичная, да, какие слова он или она говорит, что ест, в какой день, да? Вот до сути часто дело не доходит, но вот разбираться в таких внешних маркерах религиозности очень быстро люди приучаются, да? Мне кажется, что прежде всего вот это есть жизнь по плоти, по крайней мере в контексте послания к римлянам. Это не обязательно значит вот жизнь в каких-то греховных таких удовольствиях, да, какая-то разнузданность, там, оргии и все такое прочее, но это жизнь, которая смотрит и сосредоточена исключительно на внешних проявлениях человеческого существования. А что такое жить по духу? А вот так быстро не определишь. Но давайте, может быть, прочитаем чуть-чуть пораньше, я свой перевод прочитаю, он немножко более понятен. Но вы живете не для плоти, а для духа, если только дух Божий живет в вас. А кто не имеет духа Христовый, не причастен ему. Но если есть в вас Христос, то тело ваше мертво для греха, а дух жив для праведности. Здрасте, в предыдущей главе Павел рассуждал о том, что он грешный человек, что он не может творить тех добрых вещей, которые он хотел бы сделать, а творит что-то, что он считает грехом. И тут вдруг такой максимализм. Тело ваше мертво для греха, дух жив для праведности. То есть, что же, вообще прям никто не грешит из тех, кто христианин? Вообще никогда ни в чем, ни в мелочах? Да нет же. Ну, по опыту мы понимаем, что это не так. Но, смотрите, мне кажется, он здесь мертво для греха не означает неспособно грешить, а означает, ну, как бы грех — это не то, для чего оно существует. Ну, как, бывает грязь на теле, да? Бывают, я не знаю, царапины, прыщи какие-то. Ну, они на теле, от них бывает даже трудно избавиться, но это не то, для чего мы живем, да? Мы не для прыщей живем. И тело наше, даже если оно покрыто ими, оно, ну, не в этом его суть. А вот, а в чем суть? Дух Христов. Есть в вас Христос? Тогда сами разберетесь, говорит Павел. Нет, ты, пожалуйста, нам списочек. Чего можно, чего нельзя. В какие дни, при каких условиях. А кто разрешит, если очень хочется, но вроде бы нельзя? Вот это все, мне кажется, он понимает здесь, как дела плоти. И дальше он комментирует. Бог воскресил из мертвых Иисуса. И если в вас обитает его дух, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши мертвенные тела посредством обитающего в вас духа. То есть, разберетесь. Если он в вас живет. И дальше он говорит. Итак, братья, мы в долгу не перед плотью, чтобы ей подчиняться. Если вы живете по плоти, вас ждет смерть. Но если духом умертвите плотские тела, будете жить. Будете бессмертны? Да нет, конечно. И смерть здесь может быть... Даже не обязательно смерть вечности или жизнь вечности. А вот то, что человек, который поглощен исключительно вот этими внешними признаками, религиозность которого, она сводится к набору внешних маркеров. Но ведь это же все смертно. А это же все уничтожается. Это же все и сливает. И тогда иудеи, или христианин, или последователи какой-то иной религии. Он бесконечно вращается вот в кругу этих повседневно умирающих вещей. И он, в общем, погружен в эту постоянную смерть. А если человек живет чем-то высшим, живет духом, не значит, что он ничем этим вообще никак не занимается, не заморачивается. Но не в этом цели его жизни. Мы в долгу не перед плотью. Вот как это формулирует Павел. То есть мы обладаем ей. Нам неизбежно приходится заниматься ее делами. Но не в этом цели. И дальше. А как, собственно, понять, что мы имеем этого духа? Дух, которого вы приняли, ведет не к рабству для прежнего страха. Очевидно, страху перед законом, перед нарушением его. Он делает нас сынами Божьими, с ним мы и восклицаем. Авва, Отче. Этот дух освидетельствует вместе с нашим духом, что мы дети Божьи. Авва, Отче. Авва — это арамейское слово. Авва, конечно, всем оно наверняка известно. Но ведь это просто обращение к отцу. Вот так арамейские дети к своим отцам обращались. Это не какая-то сложная конструкция. Это призыв, который исходит где-то из глубины души. Если этот призыв удается произнести... Вот Отче наш, главная христианская молитва, молитва Господня, начинается с этого слова. Если его удается произнести непросто, потому что оно в книжке написано, и надо его произнести положено так, вот как раз дело плоти, да, но если оно рвется из сердца, то человек найдет ответы на эти вопросы. Не потому что он сам такой умный, совершенный, Павел. Подчеркивает это особенно в седьмой главе. Я вообще-то ни на что годное не способен, да, не живет во мне добро. Но это отдельная проблема, мы ее тоже разбирали. А вот этот дух в нем подскажет ему, как конкретно ему себя вести. Эх, Павел, оставил бы ты нам лучше списочек правил, но не оставил. Но так, мне кажется, гораздо интереснее. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...